Сейчас я хочу поделиться двумя слайдами из большого опроса, который провели в Российской Федерации наши социологи. Это интересно. У меня вчера вышло интервью с Александром Шульгой, это руководитель Института конфликтологии и исследования России. Он там подробно рассказывает, как они с помощью этих телефонных опросов, понятное дело, не признавая, что это украинское исследование, задают вопросы, как они относятся к специальной военной операции, как они относятся к курсу партии. И вот два слайда, которые... Ну, Василий, но здесь надо поправку сделать. Люди боятся там говорить. Безусловно. На телефон звонят, конечно. Нет, безусловно, нельзя доверять на 100% любым соцопросам, которые проводятся в государствах, подверженных диктатуре, тотальному страху, безусловно. Но среднюю температуру по палате очень интересно пощупать. И, в частности, когда вопросы не связаны напрямую с курсом партии, с царем лично или с войной, вот такие вопросы, мне кажется, можно доверять результатам. Вот, например, такой опрос. Поддерживаете ли вы ракетный удар? Этот с войной как раз связан. Вот следующий. Нет, они оба связаны с войной, но косвенно, второй косвенно. Поддерживаете ли вы ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины? Смотрите, как интересно. Однозначно да. 46%, скорее да, 17%. Обычные люди, сидя у себя дома, возле батареи, разогревая чай в чайнике, приветствуют то, 46 плюс 17, 63% опрошенных, приветствуют то, что в украинских домах люди сидят в роддомах, детсадах, сидят без электричества, без отопления. То есть это такое уже обесчеловеченное. Уродливая, уродливая страна, расчеловеченная, уродливая, отвратительно. Да, то есть вопрос уже не стоит об каком-то освобождении, там народ Донбасса, еще что-то. Все, эти маски сняты, лапша уже закончилась. Уже откровенно идет война на уничтожение. Да. С аплодисментами, как здорово, что мы оставили их без света. Вот, о том, с кем они воюют. Оба слайда эти связаны с войной. Кто, по-вашему, преимущественно противостоит России в ходе специальной военной операции? Значит, преимущество вооруженной силы, снабженные западными странами и НАТО, 45%, и преимущество, преимущественно войсками стран НАТО, считает 41%. Почему мне так интересен этот был слайд, что Соловьевщина и Симонянщина промывают мозги, откровенно, что люди свято верят, что тут у нас НАТОвские наемники? Те, кто нас смотрит в Российской Федерации, это просто наши солдаты. Выглядят уже так, что вам кажется, что это НАТОвские тут наемники. Не просто НАТОвские наемники. Они рассказывают, что они еще обкуренные, обколотые НАТОвские наемники. А вот не в себе, а это они так рассказывают по телевизору. Да, ну это у них... Значит, каждый меряет по себе. Понятное дело. Значит, мы идем дальше. Нас уже смотрит 15 тысяч. Мы благодарим каждого, кто присоединился к нашему эфиру. И, пожалуйста, поделитесь этим видео. Прямо сейчас вы копируете ссылку. Вставляете в Вайбере, в Ватсапе, в Телеграме, в Фейсбук-мессенджере и отправляете вашим друзьям, знакомым, если вы хотите, чтобы они таковыми и оставались. Они вам будут благодарны. Если вы хотите, чтобы они жили счастливо. Пускай. Итак, Лукашенко. Александр Лукашенко, как мы уже обсудили, принимал у себя Путина с Шойгу. Значит, довольный. Мы видели Александра Григоровича. Видно, что ему очень нравится, что к нему приехали, что не он. Он сам приехал, встретил, сел с Путиным. Провожал потом. Провожал, а руку жало. Да-да-да, платочками махал. Значит, и довольный был. Видно, что он король ситуации, что он у себя дома, что вот он не как всегда на побегушках. И, кстати, я так понимаю, результатом он тоже более-менее доволен, поскольку в результате совместной встречи не было озвучено, что там белорусские войска захватят в Украину или там проводится какое-то финальное слияние и сливание Лукашенко. Нет, он там что-то шутил. Помните, кто из нас больше тут злодей? Я считаю, что он, он считает, что я. Оба решили, что мы оба одинаковы. Ну, в общем, еще такой стендап-комик усатый. Так вот, значит, Лафаза Комик. А кто? Что? Рискну я задать вопрос? Не, он не гомик, не гомик. А, ну, это еще, знаете, кто знает. Значит, но Лафа закончилась, и праздник свернулся, и по привычке уже на задних лапах Александр Кохор побежал в Москву. Согласно анонсированной программе «Визита» в подмосковном звездном городке Лукашенко по приглашению Путина посетит научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Кагарина. Не могут они друг без друга. Не спит хорошо Александр Григорович, если рядышком нет Владимира Владимировича. Да и Владимир Владимирович плохо спит, если усы не щекочут ему где-то. Что это за странная любовь? Почему так часто им просто надо видеться буквально каждую неделю? Вы знаете, очень интересно мне рассказал на этой неделе в интервью бывший ближайший друг Путина, миллиардер Сергей Викторович Пугачев. Он живет во Франции долгое время уже, и мы с ним периодически делаем интервью, которое набирает много-много-много миллионные просмотры. Самое первое наше интервью, которое мы сделали в прошлом году в Ницце, набрало, по-моему, 16 или 17, не помню, миллионов просмотров. Сергей Викторович что сказал? Это он познакомил Путина с Лукашенко. Он. И он мне рассказал в этом интервью об их очень тяжелой истории отношений. Они не взлюбили друг друга с первого знакомства, с первого взгляда. И все это время Путин и Лукашенко ненавидят друг друга. То, что мы видим на людях, это они Ваньку ломают. А на самом деле глубочайшая ненависть. Причем основана она, вот тут внимание, самое интересное, что рассказал Пугачев. Лукашенко собирался возглавить объединенное государство Россия-Беларусь. Он был готов на то, что Беларусь станет провинцией большой России. Об этом шла речь еще в 90-е при Ельцине. У Лукашенко с Ельциным, кстати, были очень хорошие отношения. Это мне и Лукашенко говорил, и Коржаков мне говорил, что там было очень все хорошо. Два больших высокорослых человека. Как правило, у них не возникало того, что возникает между Путиным и Лукашенко, даже физиологически. Ну, представьте, этот огромный здоровый картофельный недофюрер и щупленький Путин метр с кепкой. Значит, и Лукашенко был крайне недоволен, что откопали где-то этого Путина чертового. И теперь руководить Россией будет не Лукашенко, а Путин. Вот откуда корень всего. И все эти годы он думал о том, как бы руководить объединенным государством. И когда Медведев появился, он нервничал. Почему Медведев, почему не я? В общем, истоки конфликта в этом, на самом деле, что интересно. Они не могут ни о чем договориться изначально. Ну, разве что, если Лукашенко нож в горло приставит, тогда да. Лукашенко, он чем хорош? Он хитрая такая животина, хитрая. И он ради достижения своей цели, а цель у него одна – выжить. А чтобы выжить, ему надо остаться у власти. Поэтому его цель – власть. Вот ради своей цели он будет делать все. Сегодня он скажет – люблю Владимира Владимировича. Завтра он скажет – Владимир Владимирович подонок. Послезавтра опять люблю. Через два дня опять подонок. Пересмотрите мое интервью с Лукашенко в Минске, накануне президентских выборов в 2020 году. Да он там поливает Путина. Я поливаю, и он поливает. Мы с ним очень хорошо нашли общую тему. То есть, когда ему надо, он говорит, так, когда не надо, иначе. Хитрое политическое животное, которое не имеет никаких принципов, никаких моральных устоев, никаких убеждений. У него есть одно – сохранить жизнь равно сохранить власть. Все.